И сегодня будет выпуск с большим количеством видеороликов с фронта и с полей сражений. Давайте сразу и начнем. Некоторое время назад я вам рассказывал о том, как спецназ 73-го центра сил специальных операций сумел найти очень жирную цель и навести на эту цель Хаймерса. И тогда мне не разрешили публиковать ролик, показать этот ролик вам, потому что этот ролик был засекречен, я уж не знаю по каким соображениям. Но сейчас эмбарго на эту публикацию сняли, и вы увидите этот ролик одними из первых, если вообще не самыми первыми. Что там происходит? Спецназовцы нашли в Херсонской области очень большую и дорогую систему установки радиопомех, которая называется Поле-21. Это российская система, которая мешает работать украинским дроном и авиации в радиусе примерно 20 километров от места своей работы. Кроме того, это поле создает вот этот купол, в котором перестают спутниковые сигналы связи, такие, например, как GPS, которые наводят многие виды оружия, Starlink и всякие другие спутниковые системы связи тоже там не работают. Кроме того, эта система глушит сигналы и не дает просвечивать, прослушивать и проглядывать оккупированную территорию американским самолетам-разведчикам и дронам-разведчикам, которые постоянно кружат над Черным морем. Обычно эта штука, эта система Поле-21 состоит из двух машин, как я понял. Причем вместе эти машины, вместе эта система настолько важная, настолько дорогая, что с ней постоянно ездит несколько автомобилей Росгвардии и в этих машинах сидит охрана. Там у них есть и солдаты, офицеры, по-моему, причем не просто солдаты, офицеры, а спецназовцы. И на вооружении у них даже есть переносные зенетно-ракетные комплексы для того, чтобы отбиваться от атак с воздухом. Как я сказал, поймать и уничтожить эту систему в работе очень тяжело, поскольку она глушит все сигналы вокруг, дроны падают, ракеты Хаймарса не наводятся и так далее. Но украинской разведке все-таки удалось это сделать, удалось подловить это поле, поле-21. Случилось это тогда, когда его машины вместе с сопровождением приехали заправиться топливом на автозаправочной станции в населенном пункте Великой Копани в Херсонской области. Российские военные выгнали оттуда с этой заправки все гражданские автомобили, стали под навес, чтобы их типа никто не видел. И ракета Хаймарса, которая туда прилетела буквально через несколько минут, точно попала в цель. Как обычно, Хаймарс не подвел. Там несколько сотен тысяч вот этих маленьких вольфрамовых шариков и разнесли и само это поле-21, и машины его сопровождения, и российских военных, которые в этих машинах находились. Плюс, надо сказать, особо отметить то обстоятельство, что специалисты для работы на системе радиоэлектронной борьбы такого масштаба, такого калибра, это очень подготовленные люди, это технари, как правило, с высшим образованием. По объявлению таких людей не наберешь. Поэтому, в общем, там были уничтожены еще и очень ценные специалисты, которых так просто найти и заменить будет очень-очень непросто, в тяжелом смысле. Ну и как же это получилось? Откуда же такая удача взялась у украинского спецназа? А дело в том, что на самом деле это все удалось сделать благодаря дрону Shark, на который мы с вами недавно, собственно, и скидывались. Точнее, мы скидывались не прямо на этот дрон. Тот, который работал в данной ситуации, он был куплен еще раньше, но суть в том, что благодаря кропотливой работе операторов дрона, вот именно этого дрона, им удалось выследить с большого расстояния это поле 21, эту систему, проследить за этой системой, проследить за тем, куда она едет, как она едет, за ее маршрутом. И когда она оказалась совершенно беззащитной на этой заправке, в этот момент маленькое окошечко, когда эта система была беззащитна, когда она стояла на месте и не использовала свои помехи, и в это маленькое окошко влетела ракета Хаймерса, ударила, и, соответственно, система была уничтожена. Не было бы дрона Shark, то это поле 21 еще очень долго каталось бы себе вдоль линии фронта, глушило бы и украинские дроны, и американские спутники, и Хаймерсы, и разведывательные самолеты, и дроны, и все остальное прочее, направо и налево. Конечно, успехи такого рода бывают не каждый день, то есть тут грохнули прямо ого-го какую мощную систему, но можно сказать, здесь в данном случае прям действительно большое достижение, потому что одним махом вынесли десятки миллионов долларов, это поле 21 стоит, и проделали тем самым огромную дыру в российской радиоэлектронной обороне. То есть где-то она что-то прикрывала, это поле 21, теперь не прикрывает. И в эту дыру в радиоэлектронной обороне, я думаю, прилетит еще не один и не два Хаймерса, Джей Дама или Storm Shadow или Скальпа, которые причинят очень-очень много неприятностей оккупационным войскам. Как это происходит на практике? Вот когда нет радиоприкрытия, точнее вот это прикрытие РЭБ, что же случается? Вот еще один, так сказать, пример работы Shark и Хаймерса в паре, тоже от 73-го центра специальных операций. В этом ролике, в следующем ролике мы увидим, так сказать, процесс охоты на самую мощную, самую большую длиннобойную российскую самоходную артиллерийскую установку, которая называется МАЛКА. Калибр этой штуки 203 сантиметра, миллиметр, извините, конечно, это то есть 20 сантиметров в диаметре снаряд, если я правильно получаю. Я посмотрел, он весит этот снаряд больше центнера, и размером он со школьника. Бьет этим снарядом МАЛКА аж на 45 километров. То есть это очень неприятная история, штука вообще ужасная. Она разрушает здание, просто одним снарядом может разрушить целое здание. Она раздалбывает укрепления, мосты, железнодорожные станции, скопление техники. Все буквально сносит с лица земли. И если она начинает долбить по какому-то месту, то делает там просто лунный пейзаж, лучше с этого места сразу сбегать. Но на фронте сбегать нельзя, поэтому нужно как-то разбираться с этой самой МАЛКА. И для этого и есть, собственно, 73-й центр сил специальных операций. С помощью шарка он ищет эту пушку, которая долбит откуда-то. И если над этой пушкой нет прикрытия системы радиоэлектронной борьбы, вот типа того же самого поля 21, то эта МАЛКА с красивым взрывом после прилета Хаммерса превращается в пепел. Для огромного количества украинских солдат, которые сидят в окопах на передовой, по которым там МАЛКА долбит, это, знаете, ее превращение в пепел, это, конечно, гигантское облегчение, большая радость и всякое такое. А для России это, в свою очередь, большая потеря, поскольку такие пушки больше не изготавливаются, нет оборудования для производства стволов такого калибра. То есть раньше при Советском Союзе было оборудование, была технология, сейчас технологию утратили. Не могут делать такое. То есть каждая потерянная МАЛКА, это безвозвратная потеря для российской армии. Вот чтобы таких ситуаций как можно больше и было, мы с вами, собственно, и вкидывались на этот шарк. Кстати, мне спецназовцы сообщили, что те шарки, которые будут куплены вот уже на собранные вами деньги, они будут нового поколения, то есть они будут летать дальше, выше, и оптика у них будет лучше, ну, в общем, покруче они сами по себе будут эти дроны. И первыми, кто получит вот эти улучшенные дроны, как раз и будет 73-й Центр специальных операций, морских операций. С чем, собственно, этот Центр и поздравляют души. Кстати, мне их человек из этого Центра говорил, ты себе просто не представляешь, что мы сможем сделать с этими новыми дронами. Это же вообще типа новая жизнь начнется, да мы их там всех повыносим и так далее. То есть он очень радовался. Я уж не знаю, насколько оправдан его оптимизм, думаю, что он, естественно, лучше меня разбирается в вопросе. Но, конечно, я от нашего лица, от лица нас всех пожелал им удачи. Приятно будет, конечно, если именно наши шарки станут особенно полезными. Любой шарк полезен, вот если у нас будет особенно полезным, будет вообще, конечно, круто. Ну, и как я сказал, уже говорил много раз, они где-то к лету будут изготовлены и поставлены на вооружение. Сейчас они в процессе, так сказать. Ну, в любом случае, будем внимательно следить за их успехами. Ну, а пока давайте я вас порадую. Очередным видео работы 25-й воздушно-десантной бригады, которое было снято с помощью наших с вами дронов, Мавиков и ФПВ, на которые мы, собственно, недавно, опять же, скидывались. Этот ролик десантники выложили у себя в соцсетях. Там, в общем, видно уничтожение очередной российской колонны в окрестностях Бахмута. Россияне там продолжают идти вперед и даже добиваются успеха. То есть продвигаются на 100, на 200 метров. Но ценой очень высоких потерь в них это происходит. Вот вы сами видите, там все взрывается и горит. Украинские, по сути дела, роботы, жгут технику российскую с сидящими внутри людьми, там просто в промышленных количествах. Но россиянам нельзя остановиться, нельзя, некуда им подеваться, потому что командование гонит их вперед. Им поставлена задача до конца лета дойти до границ Донецкой области и полностью ее оккупировать. Поэтому они массово сейчас там, собственно, и погибают. Потери у них сотни тысяч людей только на одном этом направлении. И еще раз напомню, наши вот эти дроны, на которые мы скидывались, пришлись очень-очень кстати. Буквально через день после того, как эти дроны были поставлены на фронт, россияне пошли в атаку именно там, на участке 25-й бригады. И тут такой, знаете, сюрприз-сюрприз, как говорится, у украинцев в небе как раз вдруг откуда ни возьмись появились десятки самых разных дронов. Украинцы все видят, ко всему готовы и, соответственно, довольно успешно отбивают российские атаки. Нам тут всем, конечно, очень повезло по времени. То есть мы это хорошо подгадали, но не намеренно. Оно само собой так получилось. Но и, конечно, я хочу вас, всех тех, кто скидывался, похвалить, потому что 25-й бригаде было бы, конечно, гораздо сложнее без этих дронов. И потери были бы больше, и отбиваться было бы сложнее. В общем, молодцы все те, кто скидывался. Ну и еще один ролик, который уже... Это плод творчества. Другой бригады, не 25-й, а 92-й. Точнее, это батальон беспилотников под названием Ахиллес. Он тоже относится к 92-й бригаде. Там такие симпатичные люди служат. И этой бригаде, 92-й бригаде, мы уже дважды помогали, но конкретно этому батальону пока не помогали. Точнее сказать, мы вот прямо сейчас собираем деньги на дрона для этого самого батальона, для Ахиллеса. И если вам нравится его работа, то я, конечно, приглашаю вас поучаствовать в этом сборе. Я уже про этот батальон как-то рассказывал. Вообще, изначально это было в 92-й бригаде, это была просто рота беспилотников. По-моему, в каждой бригаде украинской есть рота беспилотников. Но именно эта рота в 92-й бригаде оказалась суперуспешной. И она была таким волевым решением командования, преобразована в батальон, то есть увеличена до батальона. На мой взгляд, это правильное решение было. И почему так произошло? Да потому что это подразделение Ахиллес, которое сначала рота, потом батальон, оно научилось бить технику российскую очень точно, в какие-то уязвимые места, обходить вражеские системы радиоэлектронной борьбы. И вообще просто виртуозами своего дела стали. То есть они стали очень крутыми, беспилотчиками. Поэтому людей из Ахиллеса и сейчас и другие бригады просят помочь. Я так понимаю, что они ездят по линии фронта туда-сюда, и тут там помогут, и здесь помогут. Ну и откликаются, что называется, на просьбы. И так помогают, что выжигают россиянам всю технику на тех участках, куда они приезжают. Как вы понимаете, для такой, настолько активной работы необходимо очень много дронов. разных дронов, разных моделей и назначений. Расход просто огромный. Соответственно, наш нынешний сбор, он такой простой и незатейливый, мы собираем деньги на покупку как можно большего количества ударных дронов. Наша задача с вами сейчас просто завалить Ахилле с дронами, так, чтобы люди в этой бригаде ни секунды не простаивали и делали свою работу. Сейчас на многих участках фронта, по всей линии фронта, по сути дела, идет довольно активное российское наступление. Вот едут они, как мы видели, 25-ю бригаду атакуют и всякие другие бригады, просто едут колоннами вперед, сотни людей бегут вперед вместе с этой техникой. Ну и вы сами, в общем, видите все на кадрах оттуда и новости, я думаю, читаете, смотрите. Ситуация сложная, короче говоря. С востока в Украину идет просто какой-то бесконечный поток российской техники, людей только успевают, как говорится, крушить и разбивать. Поэтому Ахиллесу да и другим общим подразделениям сейчас нужно очень много, прям супермного ударных дронов. Ну, в каком-то смысле все достаточно просто. То есть, если мы сейчас сможем предоставить им этот миллион миллиардов дронов, то тогда российское наступление будет остановлено. Если мы не сможем, тогда у нас у всех будут большие проблемы. Поэтому, думаю, надо помогать, нужно смочь. Ну и бонусом тут для нас то, что ребята из Ахиллеса, это, конечно, настоящие мастера своего дела, профессионалы, почти все их дроны достигают цели. Эффективность использования этих дронов у них невероятна. Да, это может быть, конечно, не так возвышенно или утонченно, даже как использование Шарка плюс Хаймерс. Там, конечно, это все выглядит как какая-то хирургическая операция очень крутая. Но количество подбитой Ахиллесом техники уничтожены живые силы оккупантов, конечно, просто поражает. Я удивлен, если честно. Я вот сейчас даже попробую вывести на экран их статистику. За один месяц там десятки сожженных, поврежденных единиц техники, штабов, складов, еще каких-то объектов живой силы кучу там просто выкашивают российскую технику, российскую живую силу. Поэтому, если у вас есть возможность помочь Ахиллесу, 92-й бригаде, всем их соседям на фронте, то я призываю вас это сделать. Еще раз напомню, практически каждый дрон это еще один подбитый, поврежденный или сожженный танк, или грузовик, или БМП, или БТР, или что-нибудь еще у россиян. Если так будет продолжаться и дальше, то в какой-то момент техника у российской армии начнет заканчиваться просто. И Украина в этом случае сначала остановит их наступление, а потом и начнет сама одерживать победу. Звучит все, конечно, довольно просто, но на практике все сложно, гораздо сложнее, но нужно все-таки постараться и сделать это. Все реквизиты сбора для Ахиллеса, для 92-й бригады, как обычно, внизу, в описании к этому ролику. И вот на этой оптимистической ноте сегодня я буду уже заканчивать.